Третий год подряд зимний волшебник из Великого Устюга отправляется на своем поезде в путешествие, чтобы привезти большим и маленьким россиянам добрую сказку. Путешествует сказочный устюжанин не один. Вместе с ним колесит под бескрайним простором северной страны целая команда помощников. Первым встречает гостей весельчак Шуршик. Именно благодаря его старанию весь экипаж поезда обеспечен дарами леса на протяжении всего путешествия. Главный лесной помощник. Самое главное, я еще похулиганить люблю, только Дед Морозу не говорите. У меня еще друг колючий там вот прятался, мы с ним хулиганим. Вот смотрите, на нашу елочку грибочки повесили, или вот вчера кукушку научили кукарикать, ну только правда не говорите, а то правда ругаться будет. Кстати, пока вас не было, шишек насобирал. Вы, кстати, пробовали когда-нибудь шишечное варенье? Вот у нас есть тетушка Ушка, она варит потрясающее шишечное варенье. Кстати, будете у нее спросить, а где она вообще его прячет, а то не признается. Во время путешествия по поезду гости обязательно встретятся с Дедом Трескуном. Поговаривают, что он даже старше самого Дедушки Мороза. Сам зимний волшебник путешествует в отдельном вагоне. Принимает гостей в тронном зале, отдыхает в отдельной комфортабельной опочивальне. Посетители передвижной резиденции приятно удивлены, увидены внутри и, конечно, самим проектом волшебного поезда. Там очень нам все понравилось, внутри очень красиво, все красочно. Посещали, ребенку понравилось. Тебе понравилось? Да, он стихотворение рассказывал, получили сладкий подарок. Там разные вагоны, там, знаете, красивые такие, издячные, хорошие. Сама идея, сама по себе идея классная. Конечно, он не останавливается на каждой станции, возможности у него такой нет, но туда, куда он приезжает, детки с удовольствием приходят. Мы тоже ходили, но не в этом году, правда. Мы были два года назад, он приезжал к нам в Ярославль. Это здорово, это сказка, это необычно, празднично, да. Мы воспринимаем это исключительно как подарок. На самой привокзальной территории посетителям тоже было чем заняться. Гостям не давали заскучать аниматоры, большинство мальчиков и девочек не упустили возможности вдоволь накататься на горках. За последние три года вокзал в прямом смысле ожил и стал точкой притяжения после долгих лет тишины. Мы видим, что вокзал живет. Все больше и больше приходит нас в поездов компания РЖД. В прошлом году более 30 поездов пришло. Это и Морозэкспресс, это и Зимняя сказка, это, конечно же, и поезда выходного дня. И очень много туристов сейчас приезжает по железной дороге, российской железной дороге, также через вокзал города Котласа, через вокзал города Великого Остяга. К 16 часам 19 ноября на перрон стянулись десятки гостей Великого Остюга и его жителей. Близился момент прощания с любимым сказочным персонажем. Кудок, ознаменовавший старт путешествия, слышали даже жители противоположной части Великого Остюга. Большое путешествие Дедушки Мороза началось. Новогодний состав преодолеет 32 тысячи километров и сделает более 80 остановок в городах северо-запада, европейской и восточных частей России. Степан Крижановский, Наталья Ивашевская, Антон Карев, Вячеслав Голиков, телеканал Русский Север.